Еще раз говорю, с самолета сейчас, приехав в парламентских слушаний, в ночь вылетел, там была вся Россия. Председатель комитета Кашин Владимир Иванович, представитель вашей партии, и в интернете это есть. Я не увидел там какого-то стеснения или желания, что-то там под ковер у кого-то спрятать. Очень откровенный, прямой разговор, вещи своими именами называли. Я не думаю, что парламентские слушания, трибуны Государственной Думы, это какой-то келейный совет, откуда президент о чем-то не узнает или не услышит. И проблема, я с этого начал, проблема действительно федеральная. Мы первые начали выделять деньги вообще в этом направлении, в стране. Даже на федеральном уровне еще нам замминистра ничего толком-то не сказал. Еще у них самих это понимание нет. И в этой части, с чем я, Борис Владимирович, согласен, что наш край собран в этой части, в том числе у него есть деньги, в отличие от многих других регионов, которые каждый раз приходится к федеральному центру ходить, протянутую рукой. И мы должны сами ситуацию брать в свои руки и спасать. Но мне кажется, что первый шаг в этом направлении сделан, напомню, до комитета ни копейки же не было. Ни копейки не было в бюджете. Но мы с вами два полного часа вместе с Бахарем сидели, разбирали и договорились в этой ситуации. Поэтому до какого-то выделения, дополнительно 400 миллионов рублей будем выделять на стабилизацию этой ситуации. Спасибо. Давайте идти дальше, Андрей Петрович.